Как вести себя при встрече с бездомными собаками, не понаслышке знает Михаил Рачевский. Работает с четвероногими питомцами Берчанин не первый год. В 90-м году Михаил пришел в кинологическую службу и с тех пор продолжает заниматься с собаками. По словам специалиста, основные причины нападения четвероногих – защита своей территории, либо неправильное поведение человека. В основном собаки нападают стаями, отмечает Михаил, поодиночке редко. Атакуют либо в ночное, либо в вечернее время. Во-первых, потому что собаки – это ночные животные. А во-вторых, в сумерках они проявляют больше настороженности. Ни в коем случае не нужно поворачиваться к ним спиной. То есть, если вы зашли на их территорию, территория, как правило, порядка 20-30 метров, очень спокойно останавливайтесь и спиной вперед начинайте потихоньку-потихоньку отходить. То есть, если же собаки начинают двигаться на вас, причем, когда собака лает, собака не атакует. То есть, атакуют только молча собаки. Значит, если собаки начинают вас преследовать, старайтесь любой там сумкой, зонтиком, чем возможно, прикрывать себе ноги. Потому что если упадете на землю, то отбиваться будет намного сложнее. Главное – не смотреть животным в глаза. Ведь прямой взгляд в глаза – это вызов для собаки, отмечает Михаил. При встрече с четвероногими многие люди испытывают страх и волнение. Из-за этого в организме вырабатывается адреналин, который очень чутко чувствуют собаки. Тогда они начинают воспринимать человека как жертву, и риск атаки возрастает. Если вы приходится вам по работе, либо по другим каким-то причинам, достаточно часто передвигаться в вечернее, либо в ночное время суток, можно использовать там шокеры, отпугаватели, ультразвуковые, то есть что-то такого плана, конечно. Для защиты от собак пригодится все, что есть в руках. Например, сумка или зонт. Как отмечает специалист, нужно стараться закрывать ноги и слабо защищенные места – живот, шею и лицо. Если на вас напали бездомные собаки, нужно обратиться в службу 112. Там зафиксируют вызов и адрес. Затем обращение передается в приют для бездомных животных «Надежда», где специалисты должны отработать заявку.